Дорогой Николай, мой друг и активист, активист школы «Человек будущего Homo Futurus». Дорогой Николай, очень рад вас видеть, привет из Самары. Ну как, чего ты мне вдруг позвонил, скажи ему. Ой, нам на взгляде, кажется, проснулся, увидел прекрасный ролик о образовании, сразу посмотрел его. Ну а поскольку наша с вами тема общая, я как бы стараюсь быть активным участником всех ваших семинаров, вебинаров. Ну вот я откликнулся и сразу позвонил вам. Каза молодец какой. Что тебе там понравилось или что не понравилось? Серьезный был ролик? Слово понравилось, не понравилось не годится. А тронуло душу, это выше. В данном случае это вошло в резонанс. Вы там говорили именно о школе, современной школе, которая вдруг отказалась от системы воспитания. Только предоставление образовательных услуг и то, что это ненормально, очевидно. То, что необходимо возвращать воспитательную функцию в школу, это очевидно. Я считаю, как бы вашу методику, она, научная школа Гомфутурист, человек будущего, это человек творческий, это человек интегральный, это человек ноосферный, это человек космический. Мы с вами эту концепцию развиваем уже не один год, значит, и она направлена не только для больных, людей, которые нуждаются в экстренной помощи. Она направлена на программу здоровья нации, здоровья здоровых для школьников, студентов, непосредственно в системе образования и просвещения. Я это уверен, я вашу методику, вот, по внедрению в школу, когда я возглавлял трибуну социальной новатики в Российском государственном социальном университете, это 160 университетов стран СНГ участвовали и региональные проекты были. Мы школу Базарного Владимира Филипповича, вот, именно по работе со школьниками. Мой коллега и товарищ мой большой был. Да, 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 да. И ваша метода, вот, она фундаментальная, ее должны и обязаны использовать в системе образования, для детских садов, для этого, потому что ваши методы, я считаю, это не просто кибернетика стресса, это кибернетика управления психосоматическим состоянием, чувственная эмоциональная, кибернетика, чувственная эмоциональная сфера. По сути говоря, простейшие приемы, именно набор инструментов, методологии ключ, дает эти все возможности. Огромное вам спасибо, низкий поклон от всех людей, которые применяют эту методу и для своего самочувствия, и, ну, как сказать, вот, раньше была модная теория аутотренинга, у вас это, по сути говоря, не аутотренинг в чистом виде, вот, как его раньше преподавали, а это уже человек научается этим приемам и использует ежедневно, каждодневно, в любых ситуациях, то есть это становится частью его сути, его существа, то есть вот у вас такой результат. Еще раз говорю, спасибо вам огромное, низкий поклон за ваш труд и за вашу популяризацию этих знаний. Спасибо большое, Николай, я очень тронут, что ты так помогаешь, и школе помогаешь, и придумал еще ты что-то, там такое, чтобы это было как-то, ну-ка скажи, пожалуйста. Ну, в данном случае что, я на Академии, Российской Академии Космонавтики Царковского, и вот я влюбился, как говорится, в вашу школу, потому что вы сами придумали вот этот Человек-космический логотип, покажите-ка, а вон он за спиной, Ром Футурист, Человек-космический, и вот он, вот он, вот он. Да, 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 то есть человек звездный, человек к звездам, и вы, ну, еще будучи художником на начальных стадиях, ну, я вас пару раз лично бывал, как говорится, в гостях в Москве, чаи с вами распевал, вы мне рассказывали эту историю, как вы разработали этот логотип, который стал эмблемой, символом нашей школы. Да, и на дереве его сделал Константин Михайлов, участник нашей школы, да, на дереве. А так он у нас на всех книгах, пожалуйста, на всех книгах, вот. Да, да. Видишь? Правильно? Наш этот логотип или этот самый бренд, вот. Упражнение полета, и звезды над нами, и космос внутри нас. Ну, и просьба у меня к вам, прямо конкретная. Мы с вами уже до этого беседовали. Мы сейчас работаем с вашей родиной, Республикой Дагестан. Значит, где вы почетный врач Республики Дагестан? Заслуженный, у нас почетный врач Республики Дагестан. Орден общественного признания «Золотой Орел». Ну, вот, суть такая, что я предлагаю 4 числа, в 20 часов, 4 мая, провести специальную передачу нашей школы с привязкой именно к вашей родине. Мы там сейчас развиваем, как бы, научную школу, направление, значит, системы Чертаева Магомета Абакаревича. То есть... Я помню, помню, это очень мощная такая. Да, да, да. То есть это, по сути говоря, ну, сейчас развивается общественное движение, союз совладельцев собственников России по модели Чертаева Магомета Абакаревича. Кстати, то, что он важный мляк, это здорово. Ну, очень хорошо. Я очень радую, потому что я хочу землякам в первую очередь помогать. Сколько раз я писал там, и руководству писал, и звонил, слушай. Чтобы провести бесплатные вебинары там. Чтобы все население республики научилось снимать стрессы. Потому что, ну, ко мне же часто в Москву звонят, приезжают. В общем, мы вам обеспечим небольшую, но очень емкую аудиторию, конкретно ваших, как бы, земляков, дагестанцев, которые будут вам задавать вопросы, которые, как земляков, они гордятся вами. Значит, ну, и я считаю, это будет правильно. Ну, Костомосовой будут не только дагестанцы, мы и приглашаем весь мир, поскольку ваша школа международная. Но привязка к родной земле, пуповине, это всегда полезно. Ну, давай, всех приглашай. Значит, 4-го числа. Я буду, как бы, модератором того, как бы, нашей встречи. И поэтому, Хосай Магомедович, вам будут задавать вопросы ваши земляки. Ну, и, как говорится, остальным участникам мы тоже дадим слово. Ну, такая небольшая, но такая емкая аудитория у нас получится. Ну, отлично, спасибо. Тогда, значит, 4-го числа в 20 часов вечера, да? Да, только ссылку пришлите, пожалуйста, мне заранее. Это на Zoom будет ссылка, да? Да, ссылку, потому что это же ваша ссылка, ваш YouTube, как говорится. И все будут туда заходить в Zoom. Да, но вы мне пришлите прямо там сегодня эту ссылку на 4-е, на 20-е? Я завтра пришлю, потому что я сам не могу это технически сделать. Хорошо, спасибо, Николай. Обнимаю. До встречи. Привет из Самары. Ну, в данном случае нам хотелось бы видеть вас не только в Дагестане, но у нас на Самарской земле, у нас это тоже русская Швейцария, как говорится, можно сравнить там с республикой Крым. Но в данном случае Крым там 27 тысяч километров. А у нас 55, в два раза больше. И заповедник, национальный заповедник Самарского лука, космическая столица, город Самара. Здесь, как говорится, и на наших ракетах в космос летал и Юрий Гагарин. И, извините, ядерные подголовки тоже на наших ракетах. Я тоже был в Самаре и проводил там занятия по навыкам саморегуляции. Обучал навыкам саморегуляции очень много лет назад. Вам космическая тема известна, поэтому давайте отдельный зум еще на перспективу. Сделан с привязкой к Самарской земле и космонавтике. Это другая тема. Хорошо. Всего доброго. До связи. Всего доброго. Спасибо. До свидания.